Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами программа «Дорога к храму». Наступил светлый праздник Рождества Христова. И мы снова, как дети, радуемся младенцу Христу. Один из 12 великих праздников Церкви. Но, наверное, самый великий после Пасхи. Почему Рождеству Христову Церковь уделяет столько внимания? Дело в том, что пришествие в мир Спасителя Господа нашего Иисуса Христа – это великое событие. И мы, конечно же, к празднику относимся как к радостному событию, но иногда не вникаем в сам смысл происходящего. О чем же праздник Рождества Христова? Дело в том, что во всех религиях мира существует понятие «Бог», существует понятие «человек». Религия – это и есть отношение между Богом и человеком. Связь между Богом и человеком. Так вот, христианство является уникальной религией. Религия, которая действительно говорит о том, о чем не говорят ни одна религия мира. Бог, как всемогущий Творец, с небес сходит на землю. То есть, принимает нашу человеческую плоть. Об этом вы не услышите ни в одной религии мира. Я хочу еще раз повторить. И поэтому христианство – оригинальная религия, не похожая на другие. Бог, ради того, чтобы спасти человека от смерти, от греха, от власти дьявола, сходит с небес. С этих своих высоких небес к нам на землю и становится, как все мы, человеком, с нашими немощами. Принимает наше человеческое тело, рождается, как младенец, повит в пелены и положен в ясли. Христос приходит в мир не как великий Бог, не как царь, а как смиренный человек. Не находится ему в мире место с людьми, и положен он в ясли, там, где пасется скот. Смиренный Бог являет свою любовь людям. Господь смиряется, показывает действительно вершину своего смирения. Сходит с великих небес, являясь творцом всей вселенной, который держит в своей руке все создание, становится младенцем, становится человеком. Такого действительно чуда не ожидало человечество. Поэтому мир не смог принять Христа в той полноте, а приняли лишь те люди, которые могут понять это своим сердцем. Дело в том, что для того, чтобы спасти человека, понадобилось воплощение божества. В нашей человеческой природе от грехопадения Адама живет грех, живет смерть. Как сделать человека бессмертным? Как ему вернуть то, что он потерял, когда согрешил? Бог решает стать человеком. Соединяет свое божество с человеческой природой воедино, нераздельно. Неразлучно, неслиянно, неизменно. И так вместе с человеком проходит через человеческую жизнь, растет, выходит на проповедь, рассказывает апостолам, Евангелие открывает своим ученикам. И потом отдает свою жизнь на кресте, умирает опять-таки вместе с человеком и воскресает вместе с человеком. Человеку одному невозможно пройти через смерть. Невозможно это сделать человеку. А вот вместе, если так можно сказать символически, взявшись за руку Бога, человек прошел вместе с Богом через смерть. Потому что смерть не имеет власти над Богом. Христос воскрес из мертвых. Но прежде, чтобы победить смерть, ему нужно было воплотиться, то есть принять нашу человеческую плоть. Таков смысл этого праздника. Сегодня хочется рассказать и о празднике грядущем, который нас ждет. Дело в том, что от Рождества Христова до Крещения, до Крещенского Сочельника, идут святочные дни. То есть дни святые. Это дни праздничные, когда Церковь запрещает, наоборот, запрещает паститься. Мы радуемся родившемуся Христу и следуем с вами через праздник обрезания Господня к празднику Крещения. Дело в том, что праздник обрезания Господня совпадает со Старым Новым Годом, как его принято называть. Вот вы скажете, священник рассказывал, что Новый Год попадает на Рождественский пост, праздновать его нельзя. Да, именно так. А вот этот пост попадает на святочные дни, и праздновать его можно, и даже нужно. Дело в том, что Новый Год по нашему христианскому календарю, по нашему христианскому летоисчислению, наступает только после Рождества Христова. И вот сейчас мы с вами празднуем 2020 год от Рождества Христова. Поэтому вот этот Старый Новый Год, который мы будем праздновать, он и есть настоящий Новый Год после Рождества Христова. Старый Новый Год совпадает с праздником обрезания Господня. Дело в том, что об этом событии повествуются в Святом Евангелии. Христа в восьми дней от роду родители его, Иосиф и Мария, принесли в храм для того, чтобы совершить по закону Моисея обряд обрезания, который совершали с младенцами мужского пола от восьми дней, одновременно нарекая им имя. Вот этот праздник как раз мы с вами будем праздновать с 13 на 14 число. Далее следует у нас, продолжаются святки, а после святок сочельник, крещенский сочельник завершает святки, и наступает праздник крещения Господня. Еще называется этот праздник Богоявлением, потому что в этот день, когда Господь наш Иисус Христос пришел креститься от Иоанна Крестителя на Иордане, «Явилась Пресвятая Троица, голосом свыше Господь засвидетельствовал, что сей есть Сын мой возлюбленный, в виде голубя Дух Святой сошел на Христа, и сам Христос, Сын Божий, явил себя, принимая крещение на Иордане». Вот так Святая Церковь рассматривает этот праздник, смысл этого праздника, Богоявления. Бог Пресвятая Троица явил себя в трех лицах на реке Иордан во время крещения Господня. И, конечно же, нужно сказать, что Господь по своему смирению, по любви к людям принимает крещение от человека. Да, Иоанн Креститель останавливает Христа и говорит, «Господи, мне нужно принимать от Тебя крещение, я ли достоин крестить Тебя?» Но Христос говорит, что «Крести меня, Иоанн, ибо этим нам надлежит исполнить всякую правду». То есть Господь принимает крещение, как смертный, смиренный человек. Если действительно это нужно сделать, то Господь делает это для полноты спасения человека. Он тоже вместе с человеком принимает крещение на реке Иордан. Хочется поздравить всех вас с этими праздниками, со святками. Да, святки – святые дни, и мы должны с вами навестить друг друга, поздравить с праздниками. Поются специальные, вот такие калятки народные. Поется «Славится Христос», родившийся младенец Христос. Всех вас я поздравляю с этими праздниками мира, добра, благополучия, крепкого здоровья. Пускай Господь хранит всех вас.